Здравствуйте! В эфире новости в студии Султани Истакаева. Сегодня в программе. Страшное ДТП на трассе Таври. До 9 человек погибли, еще 6 пострадали. Коллективные намазы, подарки для детей и взрослых, семейные застолья. В Крыму отметили один из главных мусульманских праздников – Курбан-Байрам. Стальной удар Сыдыха Дермана – еще одна история успеха нашего соотечественника. 18 человек пострадали в аварии на трассе Таври. 9 из них погибло, остальные в тяжелом состоянии в больнице. Как произошла трагедия и кто виноват, выясняла Эльмас Аблакимова. Раскороченная машина на трассе рядом в желтой обломке. Ближе к месту аварии запекшиеся следы крови. Блестела Русаковка на 168-м километре Тавриды в 5 утра. Микроавтобус на скорости врезался в прицеп большегруза. От мощного удара кабину и всю переднюю часть микроавтобуса буквально занесло под колеса грузовика. У тех, кто сидел спереди, не было шанса выжить. После ДТП остался только тормозной пульт, где вперемешку автомобильные запчасти, личные вещи пассажиров. В салоне среди прочих были дети и беременная женщина. Всего 18 человек. Большинство ехали из Краснодара на отдых. Семеро, включая водителя микроавтобуса и 17-летнего подростка, скончались на месте. Еще двое при госпитализации. Пострадавшие сейчас в больницах. Трое в Белогорске, остальные в 6-й городской больнице Симферополя. Состояние пострадавших стабильное. Угроза для жизни на текущий момент ликвидирована. Будем надеяться, что все наши пациенты поправятся и будут живы и здоровы. По предварительной версии, водитель микроавтобуса уснул за рулем. По информации МВД, автомобиль зарегистрирован в Краснодарском крае. Лицензия на перевозки крымская. Если информация подтвердится, то родственники погибших и пострадавшие смогут получить страховые выплаты. Будет дана правовая оценка, в том числе предпринимателям, которые осуществляли этот вид деятельности. Сейчас проводятся необходимые следственные действия как по месту нахождения фирмы, так и здесь, на месте происшествия. Соболезнования близким погибших выразил глава Крыма Сергей Аксенов. Всем поможем, поможем с организацией отправки, тел здесь похорон и так далее. То есть возьмем все на себя. Дай бог, чтобы таких трагедий у нас было как можно меньше или вообще не было. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело. Эльбас Аблакимова, Севиля Меметова, Виталий Голубев и Алим Сейдалиев. Телеканал Меллет. Сегодня все мусульмане мира отмечают один из самых главных праздников – Хурбан-Байрам. Он знаменует окончание хаджа, паломничества к святым местам в Мекку. О том, как прошел праздничный намаз в столице Крыма, расскажет Мухаммед Зекирьяев. После обязательной утренней молитвы жители Симферополя собираются на праздничный намаз. У каждого свой индивидуальный молитвенный коврик. На праздничный намаз в Симферополе пришли сотни верующих. В 6 часов 10 минут коллективный намаз мужчины совершают во всех мечетях республики. Муфти Республики Крым из Севастополя Хаджеймир Али Аблаев поздравляет всех мусульман со священным праздником. Желаю нашему народу отпраздновать этот праздник в единстве. В этот день нужно друг друга прощать. Только самые лучшие и прекрасные чувства должны переполнять наших соотечественников. Поздравляю всех мусульман с этим священным праздником Хурбан-Байрам. По традиции в этот день принято посещать кладбище, возносить молитвы за умерших родственников, ходить в гости, радовать детей. В праздник жертвоприношения приносятся жертвы, то есть режутся жертвенные животные и мясо раздается неимущим, нуждающимся людям, родственникам, соседям и так далее. Хурбан-Байрам – один из самых важных праздников. Сегодня верующие совершают куда больше обрядов. В семейном кругу все родственники собираются, естественно, ходим также к родственникам в гости. Но это большой, великий праздник всех мусульман, Крыма, мира. Поэтому, естественно, все празднуем и планируем жертвоприношение, режем барашку. Ну, все как в обычной крымско-татарской семье. Помимо принесения в жертву животных, мусульмане читают дополнительные молитвы. Мухаммед Зикаря, Дмитрий Незабой, Асан Зеваддинов, телеканал Милет. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил мусульман Крыма с праздником Курбан-Байрам. Он отметил, что республика – регион с богатым наследием исламской культуры. А мусульманская община вносит достойный вклад в развитие полуострова и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений. Сотрудничество между Духовным управлением мусульман Республики Крым и города Севастополя и органами власти республики успешно развивается и приносит добрые плоды. Строятся новые мечети, возрождаются древние исламские святыни. Крупнейшая в регионе соборная мечеть, которая строится в Симферополе, станет не только главным культовым объектом крымских мусульман, но и новой жемчужиной и гордостью Крыма. Курбан-Байрам, наряду с другими важными религиозными праздниками, объявлен в Республике Крым нерабочим праздничным днём. Пусть этот светлый праздник принесёт всем любовь и добро, здоровье и благополучие, радость и взаимоуважение. Пусть в каждом доме царят мир и гармония. Курбан-Байрам – один из великих мусульманских праздников. Люди заранее начинают готовиться к этому событию. Как в Крыму отмечают этот важный день, расскажет Айша Шулакова. В обилии масла и на среднем огне так готовят чебуреки. Главное блюдо – крымско-татарской кухни. Чаще всего оно ассоциируется именно с Днём Орфе, кануном праздника жертвоприношения. Чтобы тесто получилось эластичным, я добавляю в него одну-две чайные ложки подсолнечного масла. Так оно не рвётся во время раскатывания, а чебуреки получаются аппетитными и хрустящими. Ку-ку-чи-кармах наполнить дома ароматом еды – это национальная традиция в преддверии праздника. Хозяйки готовят блюда, которые нужно жарить на масле. Затем дети разносят угощения по соседям и родственникам. «Мухаммед Давлет, подойдите ко мне, отнесите это нашей бабушке, потом возвращайтесь, нужно ещё соседям раздать». Бытует мнение, что раньше таким образом люди оповещали друг друга о начале праздника. Сейчас же, в эпоху современных технологий, надобность в этом отпала. Но традиция сохранилась. «Мухаммед Давлет, подойдите ко мне, отнесите ко мне, отнесите ко мне». Фудблогер Ульвие Сейтмеметова к празднику подходит ответственно. Все сладости к столу готовит своими руками. Параллельно делится процессом приготовления с подписчиками в социальных сетях. Сегодня готовит курабье по старинному семейному рецепту. «Рецепт на самом деле очень простой. Можно формировать любые печеньки. Я вот сформировала вот такой цветочек, вот такой, то есть их можно делать разными видами. Вот дети тут у меня постарались, фигурки сделали». Среди обилия крымско-татарских сладостей курабье занимает особое место. На протяжении многих веков ни один праздник не обходится без этого песочного печенья. «Присыпаем кудрой. Готово. Вот такие кудрабьешки у нас получились. Крабам барам и бареколстан». Пока женщины занимаются домашними делами, мужчины выбирают животное для заклания. В этом году стоимость живого веса барана от 200 рублей за килограмм. В среднем одно животное обходится примерно в 10 тысяч рублей. «Баран должен быть не менее года. Полноценно. То есть все должно присутствовать без перелома ног, без всяких увечий. То есть должны быть уши. Если какая-то часть отрезана, то ничего страшного нет. Не должно быть слепым в первую очередь. Ну и как бы он должен быть полноценным». Курбан-байрам начинают отмечать после праздничного намаза. Затем обязательный обряд жертвоприношения. В этот день принято ходить в гости к старшим. В знак почтения младшие целуют им руки и получают благословение. В семье Виджат уже с утра многолюдно. Старейшин рода первыми приехали поздравить дети, внуки и правнуки. Начинают с молитвы, затем переходят к традиционному кофе. Без него никак. «К нам приезжают очень много знакомых, родственников. Все эти три дня праздника этот двор полон гостей. Мы очень любим и ждем этот праздник. Сами тоже ездим по гостям». Пока на кухне готовится плов, жаркое и свежие баранины, гости слушают народные песни. Гузель Храм – прекрасный Крым в исполнении исляма Виджата. Курбан-байрам длится три дня. Первый объявлен в Крыму выходным. За время праздника каждый старается собрать под крышей своего дома как можно больше гостей. Если на Ураза-Байрам все мечети были закрыты, то сегодня двери дома Всевышнего открыты для всех прихожан. Главное – взять с собой маску и соблюдать безопасную дистанцию. Уже с утра крымские мусульмане совершили праздничный коллективный намаз во Дворце культуры профсоюзов. Совсем скоро у верующих появится возможность восхвалять Всевышнего в соборной мечети Крыма. Самое крупное религиозное сооружение в Восточной Европе сможет вместить до 5000 человек. В мечетях Крыма сегодня прошли не только праздничные намазы. Во многих из них для верующих организовали угощения, а детям вручили подарки. Как отпраздновали Курбан-байрам в Симферополе, расскажут наши корреспонденты. С первыми лучами солнца мусульмане спешат на праздничный намаз. В мечети микрорайона Фонтаны уже нет мест, поэтому верующие молятся прямо во дворе и даже в спортзале на Парк. Все пространство вокруг мечети украшено праздничной символикой. Сегодня здесь настоящий оазис счастья для детей. Несколько сотен воздушных шаров с поздравлениями, море, попкорна и сладкой ваты. Самым маленьким гостям мероприятие – кепки в подарок. Курбан-байрам – праздник радости и любви. Пусть Всевышний дарует нам еще много таких праздников. Наш долг – рассказать о религии детям и прививать им любовь к нашим традициям, радовать их. Житель микрорайона Ак-мечеть Марлен Шабдинов выгружает из багажника автомобиля двух баранов. Они предназначены для обряда жертвоприношения. Такие священные праздники, как Уроза и Курбан-байрам, проводят ради довольства Всевышнего и объединяют наш народ. Жертвенные бараны сегодня и от меценатов, и от духовного управления мусульман Крыма и Севастополя. Проводить обряд заклания помогают профессиональные мясники – отец сына Масана Кемал Усейновы. Туша делится на три части. Первая остается хозяину, вторую раздают соседям и родственникам, а третью – нуждающимся. Выполнить обязательное предписание Всевышнего желающих много. В течение дня люди постоянно подвозят животных. После заклания мясо раскладывают по пакетам и раздают нуждающимся семьям. Из свежайшего мяса плов на костре. Традиционно это блюдо готовят мужчины, а женщины в это время нарезают салаты и накрывают столы. В этой мечети после пятничного намаза людей ожидают угощения. В других мечетях – другие программы. В этом году, чтобы порадовать детей на территориях мечети, религиозные организации подготовили такие небольшие праздники. Праздник продлится. Три дня. Симферопольский детский дом «Елочка» получил гуманитарную помощь. Торжественная передача состоялась в рамках благотворительной акции. Ее проводят по всей России при участии двух фондов. Одежду, игрушки, констовары и книжки получили сотни детей. Всего в интернаты Крыма доставили более шести тонн подарков. В передаче помощи дома принял участие глава республики Сергей Аксенов. Обелиск памяти жертвам депортации установили в селе Васильевка Белогорского района. На торжественное открытие собрались местные жители, представители власти Крыма и общественники. Памятник создали и установили на средства меценатов. А прилегающий участок благоустроили по программе комплексное развитие сельских территорий. На открытии побывала Севиля Меметова. Под музыку и аплодисменты местных жителей Эмили Ильясов и депутат Васильевского сельсовета Ренат Номанов торжественно открывают обелиск памяти жертвам депортации. Этого момента очень ждал дедушка Эмиля. Он был местным мулой. Где бы Харбаба не был, я всегда был рядом и помогал ему. Сегодня я ему помог, но то, что Харбаба не смог сделать. Я сделал за него эту миссию. И я думаю, что он мной доволен. На территории собрались местные жители, общественники и власти Крыма. Символично, что памятник открыли именно в день праздника Курбан-Байрам. Мы собирались его открыть к 18 мая, но так как обстановка в Крыму и в стране была связана с коронавирусом, было запрещено строительство. Мы вот после разрешения все это в течение полтора месяца это все было возведено. Буквально вот вчера это было закончено. Не сдерживает слезы жена активиста Гульнара Галиева. Рассказывает, все 30 лет, которые не жили в Крыму, ее муж посвятил общественной деятельности. Создание памятника инициировал тоже он. Бегал очень много, добивались, но до конца увидеть он это за 10 дней до своей смерти не смог. Получилась такая трагедия смерть. Памятник установили за средства меценатов, а прилегающий участок благоустроили по программе комплексное развитие сельских территорий. Теперь обелиск станет не только местом молитвы, но и вечной памятью о жертвах репрессии. Это событие, которое будет напоминать всем живущим на этой территории, гостям этой территории, о тех трагических событиях, которые произошли в 44-м году. Памятник установили на центральной усадьбе Васильевского сельского поселения, в состав которого входит еще пять сел. Здесь проживает почти 3000 человек. Из них 830 – крымские татары. Севелия Меметова, Алимсий Далеев, телеканал Милет. Стартовал сезон подготовки к учебе. МУП «Метаград» организовал в Симферополе школьную ярмарку. В каком формате сейчас она проходит, расскажет Сабина Денеева. Ежегодная школьная ярмарка открылась в парке Трынёва. В торговых палатках можно купить все необходимое к школе для учеников разных возрастов, и школьную форму, и канцелярские принадлежности. А какой в том году? Мы поскали 34-й. Длина хорошая. Наталья Кузьмина готовит детей к учебному году. Выбирает школьную одежду, рубашки и брюки. Мы узнали по интернету, что открывается школьная ярмарка, поэтому не первый год берем, устраивает цены и ассортимент. По словам покупателей и продавцов, цену на одежду и канцтовары не выше прошлогодних. Цены не поменялись. Абсолютно. Еще ниже стали цены. В школьной ярмарке участвуют 96 предпринимателей. С самого утра продавцы готовятся к встрече с покупателями, устанавливают рекламные щиты и вывески, выкладывают товар. Представлены Симферопольская, Севастопольская и Керченская швейные фабрики. Они будут предлагать в широком ассортименте школьные товары. Торговые ряды расположены вдоль улицы Севастопольской и Самокиша. Ярмарка открыта для покупателей с 9 утра до 8 вечера и продолжит свою работу до 3 сентября. Сабина Дениева, Эрвина Миралиев, телеканал Милет. Мы продолжаем цикл сюжетов о наших соотечественниках, которые добились успеха в своем деле и которыми мы можем гордиться. Сегодня история молодого боксера. Знакомьтесь, восьмикратный чемпион Крыма, чемпион Европы и кандидат в мастера спорта по ММА Сыдых Дерман. Как крымчанину удается победоносно наносить стальной удар, узнавала Наджи Ейсаева. Бокс только с виду, просто три удара, прямой хук и апперкот, но комбинаций более тысячи. А еще нужно уметь защищаться и передвигаться по рингу. Легко ли наносить удар сопернику и при этом не пропускать? Самому сейчас узнаем. Селя Маликам Садыгбей, расскажите, в чем секрет вашего сокрушительного удара? Только в интенсивных и уполных тренировках. Каждый день работаю над собой и это дает свои результаты. Казалось бы, куда проще удары руками и только, но нет. Все решает техника и скорость. Для хорошего удара нужна идеальная координация всего тела. Это очень тонкая работа, которую шлифуют годами. Вы лишали проще? Прошали. Это задняя ручка, нам нужно нацелиться сзади, то есть не успеем. Одним мастер-классом здесь не обойдешься, но азы я все же усвоила. Оставить плотную защиту и пытаться атаковать. Еще пару наставлений я сама сделаю. Это сокрушительный удар. Тренировки боксера напоминают бой с тенью. Сидер Дерман молниеносно передвигается и отрабатывает нужные движения. Его руки мелькают так быстро, что даже не разглядеть, сколько ударов он наносит одновременно. В комбинации – быстрая череда ударов, затем – небольшая пауза и снова – мощная серия. Разминка у чемпиона длится, как вся тренировка у некоторых новичков. Отжимания, прыжки со скакалкой, бои с воображаемым противником, растяжка и работа с гантелями. Профессионал практически живет в зале. Соблюдать режим во всем и везде – такой образ жизни у бойца. Эти моменты скрыты от широкой публики. Вся тяжелая работа остается за рингом и обычно – за кадром. Путь в профессиональный спорт был непростым. В возрасте 9 лет Сидех начал заниматься боксом. За 12 лет юношеская увлеченность переросла в смысл жизни. Применяя самые эффективные приемы, он стал чемпионом Европы и призером чемпионата мира по смешанным боевым искусствам. И это были первые большие достижения Сидеха в ММА. Я считаю, что наш народ через многое прошел. Поэтому я хочу, чтобы везде знали, кто такие крымские татары. Жесткий и беспощадный на ринге. Боксер с остальным ударом добродушный дома. Уверен, если бы не поддержка родных и болельщиков, добиться успеха было бы сложно. Мама моя очень мне помогает. Она мне готовит специально. Она для семьи готовит отдельно, для меня готовит отдельно. Я прихожу к тренировке, мне даже нет сил разобрать сумку тренировки. Она мне вещи разбирает, стирает, сушит. Потом сумку эту заново собирает. Без нее бы тоже ничего ничего не было. Хочу ей большое спасибо сказать. Пандемия внесла свои коррективы. Все турниры отменились. Но чемпион всегда нацелен на результат. Отрабатывая удары каждый день, Сыдых Дерман продолжает творить свою историю побед. Наджи Исаева, Ассан Ибрагимов, телеканал Миллет. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с телеканалом Миллет. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова